Добрый вечер вам еще раз. Продолжаем нашу удивительную историю. В этом отделении будут истории с Ближнего Востока, который, на самом деле, несколько западнее Москвы отчасти, но все равно называется Ближнего Востока. Ну, из Африки маленько. Мы с Африки-то и начнем. Ну вот, это история о Северной Нигерии. Из деревни на краю пустыни. Жил там Мулах Аким. Очень мудрый, всеми уважаемый человек. И вот, жил он, жил, и проблема у него случилась. Сын загорелся английский язык учить. Приходит и говорит, папа, достань учебники. Мула ему не сказал ни да ни нет. Подумал, дело молодое, покорит и перегорит. Но, сынок, и в другой раз, с той же просьбой, и с третьей, и решил Мулах Аким, что надо поговорить с сынком серьезно. Усадил его напротив и произнес ему такую речь. Зачем тебе знать язык неверных? О чем ты будешь с ними говорить? О деньгах, о безделушках, о разврате, о мобильных телефонах? Да, у них много денег. Но они не могут купить себе милость всевышнему. Когда-то я был в главном городе англичан. Я не рассказывал тебе об этом, чтобы тебя не смущать. Да, в этом городе много удивительных чудес. Там есть вода, которая течет вверх. Там есть музыка, которая звучит неоткуда. Там есть двери, которые раскрываются перед тобой и закрываются за тобой, как будто джины раскрывают и закрывают их. Дома там огромные. Десять, двадцать, тридцать, сто этажей. Я считал, избивался со счету. И есть там два дома, самые большие. Облака на чудных крышах. По улицам там ездят большие, блестящие машины. Есть среди них одна, самая большая и красная. Она рвет громче, чем слон, и мчится быстрее ветра. Женщины там ходят с открытыми лицами, и все как одна красавица. И есть среди них одна, самая прекрасная и мудрая. Она сидит за стеклянной стеной, знает ответы на все вопросы, и даже говорит на арабском языке. Я спрашивал у них, чьи это высокие дома, чья это большая красная машина, чья это прекрасная женщина. И все люди, не сговариваясь, называли мне одно и то же имя Дон Дон Дестенд Богатства этого человека были неизмеримы. Глядя на них, я разуверился в справедливости Всевышнего. Воистину, ни один правоверный не имеет и десятой доли того, чем обладает этот презренный свиноед. В печали бродил я по городу И уже не смотрел по сторонам, И никого ни о чем не спрашивал, Чтобы лишний раз не слышать Это ненавистное имя. И тут дорогу мне преградила похоронная процессия. Это были большие похороны. Я насчитал 40 человек, А люди все шли и шли. Это были хорошо одетые люди С золотыми украшениями, Важные и богатые. И они несли большой, Лакированный гроб, Похожий на шкаф с золотыми ручками. «Как звали покойного?» Спросил я. «Don't understand», Ответили мне. И я понял, Зачем Аллах привел меня в этот город. «Смотри, сынок, Вот этот человек, Который вчера владел большими домами, Большими машинами, Красивыми женщинами, Сегодня лишился всего. Там, куда он отправился, Ему не помогут ни деньги, Ни связи, Ни знатность. Голый Пристанет он перед Всевышним. И что он ему скажет На своем смешном английском языке?» Такую речь произнес Мулан. А сынок у него вежливый был. Слушал внимательно. Не перебивал. Но по концовке Все-таки не удержался. Сказал папа, По-моему, «Don't understand» — Это не имя. Это просто слово, И оно означает. Но тут Булан на него так зыркнул, Что сынок сразу замолчал Рассказанно пожалел. А, мол, Продолжал весомо и дозидательно. Тем более, Незачем тебе английский язык учить. Ты и так его уже слишком хорошо знаешь. Ну, вот такая вот история. АПЛОДИСМЕНТЫ .